Всё обыскать с помощью металлоискателя. Мне очень не хотелось в этот участок проходить. Я очень не хочу, чтобы клад был закопан здесь. Где-то здесь. Мы нашли то, что нужно. Теперь нужно как можно скорее оттуда смотаться. Вы смотрите канал Жизнь Вия, где новые ролики выходят каждый день в 18 часов по московскому времени. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Усмаилов, или же Вия. В этом видеоролике мы продолжим пытаться разгадать те самые загадки и непонятные слова, которые в предыдущем видеоролике нам задал некий мастер смекалки. На самом деле, эта история началась уже давно. Всё началось с того момента, когда нам с помощью монстр-магнита удалось вытянуть GoPro. Казалось бы, здорово, халявная камера. Но на этой GoPro мы нашли очень странные кадры. Что это такое? Ааа, вот здесь я закопал свои сокровища. Что? О них никто не должен знать. Я всегда придётся, да. Что? Вот так вот залежу. Естественно, узнав про какие-либо сокровища, мы сразу же отправились их искать. Мы сделали, точнее даже не то, чтобы сделали, мы скачали металлоискатель на наше устройство. Это, кстати говоря, очень сложно, искать что-либо с помощью смартфона. Мы, естественно, решили купить круто металлоискатель для того, чтобы ходить по лесу, искать что-нибудь или впоследствии искать более крутые клады, потому что с помощью телефона это не очень удобно, да и не очень эффективно. По ссылочке в описании вы сможете найти мой новый ресурс, где вы можете купить видео приветствия или поздравления для друга. В общем, я для вас запишу персональное видео, там буквально всё не очень дорого стоит. Или можете там же пожертвовать любую сумму, которую хотели бы, чтобы мы на неё купили металлоискатель, потому что эта вещичка очень недешёвая и наших средств нам пока не хватает. Если вам не сложно, если хотите видео приветствия от меня, то переходите по ссылке в описании, но сейчас не об этом. Даже несмотря на то, что у нас были просто смартфоны, мы сумели таки отыскать сокровища. И в этом сокровище мы обнаружили вот эту книгу, вот эту камеру и вот этот диск. Однако она была в глубоком разряде, у нас ушло порядка двух дней беспрерывной зарядки, чтобы зарядить вот этот вот аккумулятор. И давайте мы кое-что проверим наконец-таки. Возможно, следующая разгадка хранится именно здесь, потому что в предыдущем видеоролике мы узнали из письма, что мастер смекалки приготовил для нас ещё 9 загадок. И что бы это значило? Вообще, мне очень хочется верить, что эти самые 9 загадок это 9 сокровищ, потому что предыдущие сокровища были безумно хороши. Это айпад! Это же айпад! Это необыкновенное украшение. Это золото! Если ещё будет 9 таких же сундуков, я думаю мы с вами озолотимся. Что ж, однако сейчас поговорим про камеру. Хотя мы про неё уже говорили, но она до сих пор у меня оставляет безумные чувства. Это гибридная камера. Она пишет как на Memory Stick, так и на диске. А этот диск, кстати говоря, у нас есть. И мы её зарядили. И давайте сейчас её включим. Вот так. Ой! Так она включается. И здесь у нас появляется изображение. О! Поехали! Вот мои носочки. А смотрите, как с ней, грубо говоря, нужно оперировать, чтобы вставить в неё память. Мы нажимаем вот сюда. Опа! И здесь реально дисковод. Дисковод в камере, друзья. Вот вы когда-нибудь такое видели? Я только слышал, если честно, об этом. И сейчас момент истины. Мы вставим диск в камеру. Слышите? Это звук. Тот самый, который мы слышали в детстве, когда хотели запустить игры. И вот здесь на экране написано «Доступ к диску». То есть камера его реально читает. И вот. Видимо, прочитала. Так, сейчас посмотрим, что же там у нас есть внутри. У меня плохие новости, судя по всему. Потому что вот диск. И он пустой. А не, вон что-то подгрузилось. Серьёзно? Здесь два видеофайла какие-то. И они выглядят одинаковыми. Давай, допустим, любой включим. Последний. Я мастер смекалки. Ты теперь меня знаешь. Значит, я скоро познакомлюсь с тобой. Ты скоро найдёшь мою вторую подсказку. Но всё, что тебе нужно, у тебя уже в руках. Это мастер смекалки. Серьёзно? Я, правда, ничего вообще не понял. Сейчас я ещё раз посмотрю этот ролик. Очень странно, друзья. Это определённо тот же человек. Потому что у него тот же нож. И он так же странно кричит в камеру. Как будто бы хочет напугать или что. Я не знаю. Однако в этом видео мастер смекалки уже обращается к нам. И получается он, я не знаю. Он говорит про то, чтобы найти вторую подсказку. У нас уже всё есть. И оно в наших руках. Может, он имеет эту книгу? Я сейчас всё это прочитать придётся. Так ты же когда видео смотрел, у тебя книга не была в руках. Так это может быть фигуральное выражение. Я не знаю. У тебя же камера была в руках, может? С ней? Типа что-то ещё с этой камерой? Так-то может быть. Да. Я же смотрю видео. И всё, что мне нужно, у меня в руках. То есть... Надо изучить сейчас. Опять этот диск посмотреть. Или ещё что-то. Может быть я что-то упустил. Но ты прав. Ты прав. Смотрите, что я узнал. В этой камере хранится информация об этом видеофайле. То есть, например, вот. Дата, код. Камера дата. Это значит информация о видеофрагменте. И если я всё правильно понял, то у данного фрагмента есть GPS координаты. Если мы извлечём камера дата с этого самого видеофрагмента, то у нас будут координаты того места, где было записано это видео. Правда, я не знаю, там ли находится вторая подсказка. Думаю, придётся проверить. То есть, они так же, как на компьютере, их можно просмотреть. И забить в навигатор. Мы с вами уже это делали ранее. В наших предыдущих видеороликах. Так что в этом нет, на самом деле, ничего сложного. Ну и всё. Единственное, что мы с вами смогли догадаться, так это извлечь GPS координаты из видеофрагмента и по ним поехать. Правда, как мы там будем искать подсказку, даже если найдём хоть что-то? Не проверишь, не узнаешь. Поэтому позади меня стоит машина из Darknet. И сейчас мы отправимся по тем самым координатам, которые только что извлекли из видеофрагмента. У меня в руках, как вы могли уже заметить, находятся два смартфона. И они нужны нам для того, чтобы сделать магнит. А почему два? Почему магнит? Сейчас я вам расскажу всё. Вот он, наш металл-детектор. И, как вы понимаете, работают они абсолютно одинаково. При обнаружении железа они сигнализируют. Немножко по-разному, немножко своеобразно. Так вот, чтобы удвоить нашу эффективность, мы будем использовать сразу два смартфона. Однако, спасибо подписчикам за идею. Потому что нагибаться вот так вот спиной ходить было крайне неудобно. Подписчики подкинули классную идею. Поэтому сейчас мы соберём свой полупрофессиональный металлоискатель DUI. Технология производства металлоискателя крайне проста. Мы берём два смартфона. Можно даже разных производителей, как в данном случае, разной операционной системы. И создаём наш металлоискатель. Ставь лайк, если любишь DUI. Таким образом, мы получаем очень многофункциональный металлоискатель. Который, во-первых, может выдвиняться. Можно менять у него длину. И он функционирует почти как полноценный металлоискатель. Также проверим металл на машине из Даркнет. Всё работает. Даже лучше, чем я думал. Мимо нашего импровизированного металлоискателя, в этот раз мы ещё более серьёзно подготовились. У нас здесь и перчатки в количестве двух пар. Ну и вот такая вот серьёзная лопата. Новая. Сегодня купил. Цен для вас. Дорога до сюда составила примерно 1 час 25 минут. Сказать тем, что я расстроен, это ничего не сказать. Потому что место здесь, мягко говоря, мрачное. Обратите внимание на здешние красоты. Насколько это классно выглядит. То, что на нас смотрят косо люди, то, что здесь такие невзрачные места, это не самая главная проблема. Главная проблема, она уже нам знакома, то, что координаты GPS нам дают с точностью свои координаты до 50 метров. То есть в радиусе 50 метров от этой точки, где я сейчас нахожусь, могла быть снята эта самая плёнка, с которой мы взяли координаты. 5 пик. Короче, смотрите. Кто самый умный, напишите в комментариях площадь окружности с радиусом 50 метров. Да, задачка не из лёгких, но кто напишет правильно, получит от меня сердечко в комментариях. И, в общем, вот в этой площади нам сейчас предстоит всё обыскать с помощью металлоискателя. Однако не всё так плохо, потому что частично, слава богу, здесь есть заасфальтированная поверхность. И даже если наш металлоискатель сработает там, то выкопать мы его не сможем. Так что всю площадь, покрытую асфальтом, вроде вот этой вот, мы использовать не будем в принципе. Ну вот, а где-то здесь уже нам придётся начать поиск. Ну вот, намного удобнее, кстати говоря. То есть, в принципе, когда я услышу какой-либо звук, там будем проверять, копать что-то, искать. И в надежде найти какой-нибудь клад, который нам оставил мастер смекалки. Не самое живописное место, где я хотел бы искать клад. Ты слышал? Ну, блин, да, это не то, что мы искали, но, по крайней мере, теперь мы знаем, что металлоискатель наш работает. Ребята, кроме шута, это, конечно, весело. DIY это здорово, но всё равно, мне кажется, мы можем очень много чего упустить. Потому что телефоны не имеют такого пробивающего радиуса, как полноценный металлоискатель. Если хотите от меня персональное видео-привет, там всего 99 рублей. И эти 99 рублей пойдут на покупку нормального, серьёзного металлоискателя. С которым мы отправимся на пляж, с которым мы, возможно, даже будем ездить за границу. И снимать для вас реально крутой контент, где будем искать потерянные клады. Так что по ссылке в описании не забудь перейти, хотя бы посмотреть, что там, к чему, как это устроено. И, кстати говоря, ты можешь в видеоролик попасть, если там купишь что-нибудь. Да. Вот сейчас идут майские праздники. Все отдыхают. А я ищу что? Я ищу с помощью швабры и двух телефонов клад от мастера смекалки. Ладно, хорошо, давайте продолжим. Вот где-то здесь, да? Во-во-во-во-во-во-во-во. Так, я сейчас оставлюсь здесь, здесь прям орёт. Так, вот главное не потерять, сейчас лопату принесу. Так вот. Здесь вот. Ну, конечно, она могла сигналить от этой штучки, но не так сильно, думаю. Не думаю, что так сильно она бы сигналила от кусочка алюминия. Да тут как-то, нет. Какая-то не та, либо почва, либо тут, ой, здесь вообще всё в камнях. Ну, как-то, я не знаю, вряд ли здесь закопано сокровище. Может, опять труба какая-нибудь... А, я понял. Да. Ну, крышка. Железная металлическая крышка. Я бы сказал, что метров 20 квадратных мы обыскали. И не знали, идти не идти на эту опушку, потому что здесь много деревьев. И вряд ли можно было бы закопать подсказку именно в корне деревьев. Но мы продолжаем искать. Здесь какая-то вот импровизированная песочница. На этой дереве тоже прыгали. Ну, в песке, в таком случае, можно мягко закопать мягким песком. Что-то есть. Что-то есть. Ну, вы понимаете, где? Пропадает. Вот, 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 вот. Самая громкая так. Лопата. Не буду выкидывать песок. Детям всё-таки ещё играть с ним. Поэтому вот. Вот это, наверное, стигнала штука. Почти на поверхности лежало Поэтому так сильно сигналило, видимо Это пенал Не знаю, видно вам или нет Такой поношенный временем В принципе, логично Какой-то ребенок, наверное, играл в песочнице И оставил его там Не знаю, видно или нет Но вот такая прометалленная Вот эта вот структура Вот эта металлическая Это все металл Поэтому он и сигналил нам Ну, такой талисман тачки Почему бы нет? Решили пройти чуть дальше Мне очень не хотелось в этот участок проходить Наверное, вообще подписчики заметили Что я говорю как-то По-необычному тихо Что мне здесь очень и очень крипово Ребята, просто Можете себе представить Сценарий зомби-апокалипсиса Так вот, походу он здесь прошел Вот как-то совсем вот так Ну, это остается единственным Лучат, который мы еще не исследовали С помощью наших двух металлоискателей Я очень не хочу, чтобы клад был закопан здесь Потому что на нас легко могут наехать люди Вот из этого дома Типа, ребята Чего вы копаете? А выглядит этот дом как-то не из тех Которые приглашают на чай Даже не знаю, с чего начать Ты ничего не замечаешь? Что? Посмотри назад Ааа Внутри это похоже Ну да, это очень похоже на то, что мы видели Как-то отсюда, да? Да, да, да Вот отсюда Где-то здесь он стоял Это зацепка Это явно зацепка Стоит Где мой металлоискатель? В этот момент нам пришлось Очень сильно торопиться Ведь на самом деле Нас оттуда начали гнать Все, кому не лень И мы успевали В тот момент, когда отходили Местные жители Быстро что-нибудь поискать Потом снова прятались И снова искали Долгое время нам не везло И мы находили Всякий мусор Вообще бесполезные Абсолютные вещи Но в конечном итоге Я зафиксировал Очень сильную амплитуду На большом участке Местные жители нас выгоняли Поэтому некогда было комментировать Я сразу же рянулся за своей лопатой И начал, естественно, копать Где-то здесь Я услышал очень сильную Магнитную реакцию Где-то здесь Конечно, меня не отпускает мысль Что это могут быть трубы Потому что здесь Вот таких металлических кусочков Очень и очень много Но не проверить просто нельзя Видимо, вот здесь Она очень-очень-очень Сильно мала магнитная индукция Вот на всем этом самом квадрате Видимо, весь его целиком Придется перекопать Вдалеке мы снова увидели жителей Времени было в обрез Мы стали копать-копать Как можно скорее Но мне долгое время не везло Пока Мы нашли то, что нужно Теперь нужно как можно скорее Оттуда смотаться Мне просто уже надоело Здесь находиться Уходим Да Наконец-то мы выбрались оттуда Там на самом деле начался лютый трэш Дело все в том, что Ну вот Все было так, как оно было Вы видели эти пейзажи Это было просто Очень и очень страшно Как минимум А потом там уже начали подъезжать Ребята на заниженных тачках Подрубать музло Доставать Горячительные напитки И все в этом духе В общем, находиться там Максимально некомфортно Но мы достали то, что нам было необходимо И совсем скоро это распакуем Это уже вторая подсказка От мастера смекалки И он нам сказал Что вскоре он узнает Кто мы такие Я не знаю, как он именно это сделает Но Кто бы мог подумать Что вообще Он удаст ее найти Во второй раз Это какой-то серьезный квест Ребята Если вам эта тема нравится И вы хотите, чтобы мы ее продолжали Обязательно ставьте лайк Под этим видеороликом И Мы, конечно же, тогда продолжим Просто давайте постараемся Изо всех сил набрать 20 тысяч лайков Потому что я знаю Что мы сможем это с вами сделать И как только мы достигнем Эту сумму То сразу же отправимся Сраспаковывать Эту самую Коробку Сундук Не знаю, что это такое В общем, клад Который спрятал для нас Мастер смекалки С вами был я Вячеслав Исмаилов Или же Вия Увидимся совсем скоро А для этого Подпишитесь на канал И нажмите на колокольчик Чтобы не пропускать Следующих видеороликов Ведь они выходят каждый день Пока-пока-пока Эти видеоролики Кстати, очень крутые Советую тебе их посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok